Рюкзак порвался. Куртка мала. Да, обувь пора менять. Это же сколько магазинов придется обойти, чтобы все купить. А зачем вообще выходить из дома, если все можно заказать через интернет в группе совместных покупок «Лучшее детям». Здесь есть весь ассортимент. Одежда на все сезоны от ведущих торговых марок. Крокет, апрель, пеликан. Современные модели из качественных натуральных материалов для мальчиков и девочек. Верхняя одежда, бельевой трикотаж, обувь, головные уборы и товары для новорожденных. Кроме этого, широкий ассортимент игрушек, канцелярии, кроватки и коляски для малышей. Просто выбирайте нужный вам товар и получайте в пункте выдачи на улице Ферсмана, 26В, торговый дом «Геолог». Доставка в Кировск бесплатна. Вы смотрите Народное телевидение «Хибины», а эта программа «Есть контакт». Меня зовут Анна Базлева и я приглашаю сюда две команды, которые попытаются объяснить друг другу загаданные нами слова. Сделать это нужно как можно быстрее, ведь живем мы в такой быстрый век, когда делать нужно все на очень большой скорости. Посмотрим, как у них получится. И первыми я представляю команду «Штурм». Алексей Никифоров. Евгения Никифорова. Андрей Васильев. Ирина Васильева. Название у вас стремительно, а как по жизни вообще? Семья у вас активная? Очень. Чем занимаетесь? Всем подряд. Например? Например, встречаемся с друзьями. Бассейном. Увлекаемся бассейном, баскетболом, спорт уважаем. Я надеюсь, что и в нашей игре вы будете активны, веселы, бодры, и у вас все получится. С каким девизом вы пришли на игру? Не важно, что произойдет, штурм всегда идет вперед. Отлично, мне нравится ваш настрой на игру. А мы познакомимся со второй командой «Бест». Юлия Беленькая. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пётр Штоков. АПЛОДИСМЕНТЫ Иван Штоков. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Пельская. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте познакомимся с вами поближе. Чем ваша семья занимается? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы быстрые, энергичные, талантливые, симпатичные. АПЛОДИСМЕНТЫ И где вы все эти свои качества проявляете? АПЛОДИСМЕНТЫ И в творчестве, и в спорте, и в учебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Понятно. Я так понимаю, Юлия у нас капитан, поэтому за всю команду держит слово. Хорошо, а с какой речевкой вы к нам пришли? АПЛОДИСМЕНТЫ Активный ночью, активный днем, активный всегда и везде и во всем. ПЛОДЦИ. Ну что, а мы начинаем первый раунд. Вы готовы к игре? Да. Напомню, мы не повторяем друг за другом слова, однокоренные слова тоже постараемся не произносить с тем словом, которое мы вам загадаем. На все про все у вас 60 секунд, постарайтесь быть внимательными. Все участники, кроме капитана, надевают наушники. Поворачивайтесь, а вам на выбор я предлагаю две карточки. Какая больше нравится? Угу. Слово. Произносите вслух. Вы уже начали думать, уже начался штурм мозговой, слово метель. Итак, время пошло. Объясняйте. Когда дует ветер и много-много снега. Шторм. Слово-то не то? Слово-то не такое. Надень наушники. Еще объясняйте. Дует ветер. Кружит снег. Снега был. Еще. Много-много снега, и он кружится. Другое еще. Снег, где-нибудь снег кружит, заметает. Заметает снег. Ну, природное явление, не буря. Еще. Подбирай. Ну, синоним. Буря, ураган. Время вышло. Время вышло. Даже соперники начинают подсказывать синонимы, синонимы. Снимайте наушники. Возвращайтесь к нам. Слово мы загадали метель. К сожалению, Петя не смог догадаться. Буря, ураган, много снега. В результате метель. Ничего страшного. Это только разминка. У вас будет еще одна попытка. А пока посмотрите, как сыграют ваши соперники. Соперники уже готовы в бой. Наушники можно пока положить на место. Правила вы уяснили, я надеюсь. Надевайте наушники. Алексей, а вам досталось слово? Часы. Слово «часы». Время пошло. Объясняйте. С помощью этого предмета можно узнать время. Часы. Вот здесь, где на светофоре перекресток, и там такая башня, и в ней бом-бом. Часовня. Ой. Показывают время. Ну, циферблат. Циферблат. Нет, что это? Часы. Часы. Кремль. Там вот, где перекрестка стоит. Биг-бэн. Башня. Часы. Ну, в общем-то, наверное, слово самоназвано изначально. Слово «часы» его произносить нельзя по нашим правилам. У вас только один правильный ответ, но это уже неплохо. Давайте попробуем еще разок. Остаемся все на своих местах. Надевайте наушники. Теперь ты выбирай карточку. Ага. Слово. Месяц. Слово «месяц» досталось. Ну, Алексей, приступай. Время. Их в году 12. Месяц. Сейчас октябрь. Что это? Осень. Месяц. Время года. Весна. Лето. Осень. Которая? Зима. Когда холодно. Лыжи. Зима. Листья падают. Осень. А что это? Время года. Климат. Ну, что это? Осень. Время года. А что в осени есть? Холодно. Их три. Дождь. А, сентябрь, октябрь, ноябрь. Месяц. Молодцы догадались. Слушайте, я вас поздравляю. И даже во время уложились. Это здорово. Ну что, соскучились? Вот я и вернулась. Еще одна попытка. Надевайте наушники. А вам достается от соперников слово? Гитара. Гитара. Попробуйте объяснить время. Музыкальный инструмент, на нем струны. Степа играет на нем. Гитара. Учит. Музыкальный инструмент. Гитара. Да. У него есть струны, на нем играют. Гитара. Да. Молодцы. Как вы думаете, капитан, ваша команда допустила ошибку? Допустила. Какую? Повтор был. Правильно. Музыкальный инструмент назвала Юлия, и Петр повторил. Но при всем при этом у вас есть два правильных ответа. И мы присуждаем вам. Два балла. Отправляемся во второй раунд. Итак, второй раунд. Он у нас ассоциативный. Я покажу вам понятие. Нужно будет набросать на него несколько своих ассоциаций, связанных с этим словом. И если у первого игрока время не ограничено, то у остальных игроков будет только по пять секунд, для того, чтобы сказать все свои ассоциации. Чем больше будет совпадений, тем больше баллов вы заработаете. Сейчас надевайте наушники, а мы пока поговорим с Юлей. Вы выберите понятие, которое считается более простым, более легким. Ваш выбор? Муха-цокотуха. Муха-цокотуха. С чем она у вас ассоциируется? Со сказкой. Сказка. Еще. Вспомните, что там было. Соперники, не подсказывайте. Ну, муха-цокотуха, самовар. Сказка, самовар. Чуковский. Ну, как правтор-то не вспомнит, действительно. И еще одно слово. Кто там в этой сказке был? Паук. Паук, правильно, молодцы. Давно сказки не читали? Читаем, читаем сказки. А чего тогда так растерялись? Ладно, музыку мы выключаем. Остальные участники команды к нам возвращаются. Посмотрим, дети, читали ли вам в детстве родители сказки. А вернее, муху-цокотуху. С чем она у вас ассоциируется? У каждого пять секунд. Время по... Нет, сначала начинает Петр. Начинай. Жучки. Самовар, монетка, муха. Жуки, паук. Букашка, сабля, паутина. Ну, Ирина, как же правтора-то не вспомнили. Я возлагала на вас надежду, что вы сможете вспомнить про Чуковского, который написал эту сказку. Давайте спросим у эксперта, сколько было у нас совпадений? Два совпадения со словами самовар и паук. Два совпадения, а это значит, вы заработали четыре балла и пополнили свою копилку значительно. Теперь у вас шесть очков. Молодцы. Ну, а вы это правило поняли? Да. Я надеюсь, все получится хорошо. Надевайте наушники, Алексей. А у вас задача будет посложнее, потому что соперники-то выбрали понятие полегче. Итак, слово Бэтмен. Смотрели фильм про этого героя? Угу. С чем он у вас ассоциируется? Злодей. Злодей, правильно, он же с ними боролся, верно. Записали. Злодеи. Еще человек-летучий муж. Ага. Вот так вот переводится его имя. Так переводится его имя. А как же маму записать покороче? Ну ладно, так и запишем, хорошо. Бэтмобиль. Бэтмобиль? Угу. Это его автомобиль. Будем надеяться, что мама знает. И союзники. С союзниками он сражался с злодеями. С союзники слово. С союзники. Ага, записали. Хорошо, выключаем музыку. Ну, если с предыдущей командой мы вспоминали сказки, то с вами мы вспомним мультфильмы или даже фильмы. Бэтмен. Я думаю, знакомый для всех персонаж. С чем он у вас ассоциируется? Время пошло. Черный-красный цвет. Прыгать, лазить и вытворять. Черный плащ. Летучая мышь. Бэтмобиль. Летучая мышь. Плащ. Бэтмобиль лазит. Ага. Скажите, родители, не просто было вспомнить? Да, если бы, ну, погоди, мы бы сориентировались. Но есть у нас еще один молодой человек в команде, и с Алексеем они прекрасно понимают друг друга. Итак, эксперт, скажите, сколько было совпадений у команды? Два совпадения со словами летучая мышь и бэтмобиль. Угу, и вы зарабатываете четыре балла. Молодцы, от соперников не отстали, даже обогнали, и мы движемся дальше. Этот раунд самый серьезный. Здесь нужно приложить максимум усилий, ведь все зависит от того, сколько баллов заработают участники, и кто же в итоге станет победителем. Итак, команда Бест. Я начинаю с вас. Ирину выбрали в качестве актера, который будет изображать слова, указанные нашей карточке. Ну, а ваша задача их угадать на все про все, опять же, 60 секунд. Ну что, выбирайте карточку. Так, это моя верхнюю. Так, итак, время. Воздушные пузыри. Пузыри. Мыльные пузыри. Правильно. Окно. Правильно. Пистолет. Ружье. Ружье. Автомат. Тир. Молодцы. Тирися. Сапель. Павлин. Павлин. Молодцы. Лестница. Статуя. Бюст. Памятник. Мороженое. Говорите, что ли. Фигура. Человек. Модельер. Горшок. Архитектура. Говорите, говорите. Время вышло. Последнее слово. Как вы думаете, что это было? Я кто? Был. Скульптор. Подсказывают соперники. Молодцы. Молодцы. И пазочку. И человек. Но все равно молодцы. Подходите, щеткушку, поближе к своим участникам. Что мы имеем? Вы отгадали 4 слова. Заработали 12 баллов. Вы настолько сильно вырвались вперед, что у ваших соперников осталось совсем мало шансов для того, чтобы вас догнать. Но эти шансы есть. И я предлагаю вам сыграть в третий раунд. Кого вы выбираете? Ирина Владимировна. Подходите ко мне поближе. Ирина. С Ириной Николаевной. Давайте попробуем. Вы когда-нибудь выступали на сцене, может быть, в театре? Да. Да. Я в школьные годы свои выступала очень часто в театрном сцене. Ну вот видите, я надеюсь, не забыто. Хорошо. Давайте попробуем. Итак, команда соперников оставила вам вот такую карточку. Объявляем время. Так, себя мыться. Душ. Поливать себя. Баня. Париться. Сауна. Сауна. Сауна, молодцы. Задуматься, скучать. Провожать, мечтать. Свет в окон. Мороз на окнах. Дорога какая-то куда-то уходит. Плачем, страдаем. Спим. Пробуждение. Утро. Утро. Что утром бывает? Рассвет. Молодцы. Так, это мы что делаем? Работаем как-то так? Молодцы. Не-ка, стены сверлим. Моем. Так. Пелем. Ай, время истекло. Ну почему так быстро? Сама, вот электропила, не просто бензопила. Бензопила. Показывает вам на дерево, что это бензопила. Бензопила, да, отгадывали. Плохо я. Да, провозились, провозились долго сауны. Я думала, Винничек сразу вам поможет, но, к сожалению, не догадались. В итоге два слова вы отгадали. Шесть баллов заработали. Вы не стали победителями, но вы были классными участниками. Нам ваша игра очень понравилась. Вы до конца боролись за победу. И бог с ним с этими баллами. Главное, что вы пришли к нам на игру. Мы с вами познакомились и будем рады увидеться еще раз. Всем участникам мы вручаем грамоты, дипломы, детям сладкие подарки. Ну а победителям главный приз – это сертификат от бассейна «Дельфин» на семейное посещение. Приходите, плавайте, занимайтесь спортом. Это была программа «Есть контакт» в студии. С вами была Анна Базлева. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Рюкзак порвался. Ох, куртка мала. Да, обувь пора менять. Это ж сколько магазинов придется обойти, чтобы все купить. А зачем вообще выходить из дома, если все можно заказать через интернет в группе совместных покупок «Лучшее детям». Здесь есть весь ассортимент. Одежда на все сезоны от ведущих торговых марок. Крокет, апрель, пеликан. Современные модели из качественных натуральных материалов для мальчиков и девочек. Верхняя одежда, бельевой трикотаж, обувь, головные уборы и товары для новорожденных. Кроме этого, широкий ассортимент игрушек, канцелярии, кроватки и коляски для малышей. Просто выбирайте нужный вам товар и получайте в пункте выдачи на улице Ферсмана, 26В, торговый дом «Геолог». Доставка в Кировск бесплатна.